доброго времени суток всем меня зовут людмила моей доченьки четыре с половиной года на данный момент ее зовут варма варвара мы проживаем в одесской области украина на бесплатном дистанционном лечении мы находимся полтора года в центре бердавид израиль город иерусалим сегодня мое видео обращение благодарность всему центру доктору давиду и иосефе я хочу сегодня рассказать о сказках иосефы первый раз о сказках иосефы я узнала от помощницы давида анастасии она очень подробно объяснила как ими правильно пользоваться потому что на тот момент для меня сказка ну как-то немножко не укладывалась в голове зачем это нужно чем она все очень подробно объяснила и вот настал вечер нужно было дочку укладывать спать а на тот момент ребенку было три года и процесс укладывания длился по несколько часов ее нужно было качать на руках на ногах на подушке то она вставала то она опять ложилась то на хныкала то она плакала в общем этот процесс был настолько утомительный для нас что мы поочередно с мужем заменяли друг друга потому что ну это было очень сложно при этом она на тот момент еще сосала соску именно когда ложилась спать это было конечно все очень весело но совсем не смешно и вот наступил вечер значит мы включили ей сказку ребенок в этот момент прыгал прыгал по кровати это для меня немножко незабываемое событие скажем так потому что она резко остановилась она услышала голос иосефы это правда так было мы были под впечатлением сейчас объясню почему потому что она остановилась повернула голову на монитор компьютера и ребенок замер начал смотреть ну то есть на иосефу и это продолжалось несколько минут это ну мы конечно сможем вот так не шевеляясь друг на друга глазками так тык тык что происходит как так она только что прыгала скакала даже никто не собирался не то что там ну в общем это как того для нас знаете был как знак что вот она значит с того момента мы стали по столе постоянно и включать эти сказки уже через где-то полторы недели нам не нужно было больше ее качать в общем она самостоятельно уже ложилась не просто нужно было рядышком полежать с включенной сказкой ребенок самостоятельно отказался от соски на ее просто выбросил она уже не нужна была соска она уже не плакала не хныкала не кричала то есть но где-то она могла там покрутиться повертеться но самое главное что мы ее не качали и не нужно было два часа заниматься вот этим укладыванием чуть ли не с 10 до 12 ночи это конечно было очень сложно сейчас на данный момент как только включается сказки эсэфы варвара сама выключает свет в комнате ложится на свое место укрывается одеялком смотрит сказку достаточно иногда две минуты три минуты но иногда одной сказки зависимости насколько был насыщенный день она самостоятельно засыпает мы этом очень рады это это для нас просто такое я не знаю что-то из области потому что на самом деле вопрос решился сам по себе благодаря сказкам эсэфа хочется отметить тот факт что сказки эсэфа не наполнены глубоким смыслом мудростью и много чему учат даже нас родителей мы сможем с удовольствием всегда слушаем сказки особенно когда они выходят новые и всегда там находится что-то вот вот какая-то и не знак какое-то предложение какой-то смысл именно какая-то мудрость глубина вот то что вот прям вот она вот еще вот это нам нужно изменить вот нами еще вот это нужно сделать вот об этом еще нужно задуматься огромная благодарность и сэфи давиду сказки находятся на youtube канале центра бэр давид в бесплатном доступе я искренне благодарю нашу и сэфу и доктора давида за возможность принимать участие дистанционное увлечение за не потрясающие сказки которые удивительным образом благоприятно влияют на детей и на взрослых и они влияют не только на засыпание они в принципе благоприятно влияют на наших деток и и на нас всем хорошего дня и настроения спасибо